Новосибирский музыкант сам делает гусли, изготовил уже десятки разнообразных инструментов, причем играет на них виртуозно. Выступает на профессиональной сцене. Как звучит лапа йети и почему мастер предпочитает ручной труд, узнал Александр Сульдин. Салтериум или лапа йети, так называет этот инструмент Сергей Адаменко. Думал, что на таких играли в Средневековье. Оказалось, нет. Изобретение 20-х годов прошлого века. Гусли делаются, резонаторная коробка у них. А здесь просто доска, на которой натянуты струны. И эти струны все равно звучат. Целая коллекция инструментов. У каждого свой голос и характер. Какой-то поет совсем тонким альтом, какой-то радует оперными тонами. Ребятишки, опять же, маленькие, им же нужен поменьший инструмент, они меньше делают. Он звучит на какой-то интервал выше, чем, скажем, основной. Есть альт. Ну вот я знаю, что есть сопрано-альт точно. Гусли звончатых. На них учат в школах музыкальных. То есть это вот почему он академический. Для них композиторы пишут произведения. Голос зависит не только от формы. Размеры материал имеют значение. Для корпуса мастер использует сосну. А для верхней деки – алтайский кедр. Допускаются и другие породы дерева. Главное – душу в работу вкладывать. По старинным технологиям взять клееную доску, выдолбить середину. Мастер с детства на тыске Янка и Стамеской в школе выбрал выпускной экзамен по труду. На нем сделал первый в своей жизни музыкальный инструмент – кастаньеты, который увидел в книжке на картинке. Это совершенно другая работа, когда ты работаешь ручными инструментами. Рубанка. Не на фуганке там прогнал, да? Быстро, безусловно. Но когда ты рубаночком эту стружечку снял, это же отдельная песня. Сергей Адаменко не только мастер, но и профессиональный музыкант. Играет в ансамбле. Репертуар от средневековых баллад до музыки классицизма. Выступали в Германии, не пропускают ни один фестиваль. И на концертах в полный голос звучит традиционный русский инструмент. Александр Сульдин, Ростислав Нитисов, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.